Жестко пресекать дискриминацию по любым признакам призвал президент на расширенном заседании Совета Ассамблей народа Казахстана. Касым Жмар-Тукаев считает, что нулевая терпимость конфликтом на этнической почве должна стать нормой для полиции и прокуратуры. А этномедиатором как раз должна выступить АНК, взяв на себя роль так называемых профессиональных переговорщиков. Подробности материаля Игуля Монтаевой. Домбрист Алексей Лодочников не выпускает инструмент из рук вот уже 15 лет. После череды побед на областных и республиканских конкурсах теперь покоряет Инстаграм. Качество, кстати, стопроцентного казахоязычного контента от русского блогера уже оценили. На странице Алексея Каихпаева парень сам перевел свою фамилию на казахский больше 50 тысяч подписчиков. Они уже прозвали его русским с казахской душой. Если бы я был казахом и знал казахский язык, наверное, не так был бы я востребован, нежели я русский и знаю казахский язык. Знает, как приобщить всех казахстанцев изучать государственный язык этнический таджик Шокир Бабаев. Выходя из учительской династии, сейчас возглавляет одну из школ в Туркестанской области. Шокир призывает к полилингвизму. Уникальную методику обучения он презентовал на заседании АНК. Впервые пять выпускников полилингвальных классов закончили школу на отлично и поступили на грант. Ассамблея всегда уделяла внимание продвижению госязыка, подчеркнул Касамжумар Токаев и поручил Минобразование прислушаться к мнению Шокира и изучить опыт полиязычия в мире. Как гражданин Казахстана я должен прямо сказать, что преподавание только на таджикском языке при отсутствии знаний государственного языка делает наших выпускников неконкурентоспособными. Они не могут сдать вступительные экзамены в казахстанские вузы. Выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество. Они должны быть конкурентоспособными. А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком. Ассамблея народа уже 26 лет на страже стабильности и межконфессионального диалога в стране главного атрибута Казахстана. Органу не раз приходилось слышать критику в свой адрес, но факт остается фактом. Именно АНК удалось сполитизировать изюминку казахстанского общества полиязычия. Нельзя забывать, что на заре суверенитета многие политики и политологи предрекали нашему государству незавидную участь. Для многих обычных людей и даже экспертов их предсказания оказались необоснованными, особенно на фоне межэтнических конфликтов, полыхавших на просторах бывшего Советского Союза. Однако все вместе, будучи единым народом Казахстана, мы смогли доказать несостоятельность пессимистических прогнозов. В этом огромной важности роль сыграла Ассамблея народа Казахстана. Главный межнациональный переговорщик, к слову, сегодня обладает конституционным статусом, и эта его особенность приносит колоссальную пользу. Межэтническое согласие напрямую влияет на экономику и социальное положение людей, и поэтому сохранение стабильности общества обеспечит лишь эффективная инклюзивная госполитика, заключил президент. И это дело общее не только АНК, но и каждого института. К сожалению, мировой опыт показывает, что этнический фактор, межнациональные отношения до сих пор являются детонатором разного рода конфликтов, особенно в кризисные периоды. Его деструктивный потенциал заметно усиливается в современную эпоху информационных и гибридных войн, участившихся популистских заявлений, спекуляций и даже откровенных провокаций. Важно направлять внимание не только на центр страны, но и его регионы. Важно, чтобы они не замыкались в себе. А это, понятно, чревато этническими анклавами, культурными и языковыми барьерами. Кроме того, в ряде областей наблюдается феномен внутренней миграции, когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности, что в корне недопустимо, заявил Тукаев. Считаю, что о таких серьезных проблемах нужно говорить открыто, откровенно. Хочу особо отметить, государство будет целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения на этой почве в избежание их перерастания в конфликты. Тем более, нам хорошо известно, что все такие конфликты – дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны. Еще одна важная задача – эффективность работы местных исполнительных органов в области межэтнических отношений и профилактика криминала и бытовых конфликтов. И здесь опять все зависит от оперативности чиновников и открытости госорганов. Важно не идти на поводу недобросовестных людей, всякого рода авантюристов, безответственных и некомпетентных политиков и экспертов, преследующих цель нанесения урона нашему единству. Извне и изнутри. Также президент отметил роль Совета матерей в составе ассамблеи, который продвигает главные ценности казахского народа – единство, согласие и дружелюбие, не забывая при этом о диалоге культур. В пример глава государства привел дружбу Достоевского с Валихановым. И в канун двухсотлетия русского классика важно бы напомнить об этом. Это не единственный пример успешной интеграции культур народов, и АНК не должна об этом забывать. Ассамблея народа Казахстана должна принять активное участие в продвижении этого феноменального явления, в основе которого лежит огромное культурное многообразие нашей страны. Монумент в центре столицы Маналгас, пожалуй, самая наглядная композиция, в точности отображающая широту казахского народа. Женщина-казашка обнимает троих детей – двух мальчиков – кавказца и корейца, и девочку – славянку. Тут и философствовать не нужно. Казахи, бок о бок с которыми проживают представители больше ста национальностей, никогда не делили никого на своих и чужих. И это главная ценность, которую нужно созидать и укреплять. Не просто устраивать торжественные заседания, а решая проблемы каждого жителя нашей страны, призывает глава государства. Айгуля Монтаева, Булатвик Табалдиев, при содействии телерадиокомплекса президента «Итоги дня».